Машка Уезжаю в Подмосковье Это специально или так совпало? Специально Уезжаем в Волград Волград Машки меньше будет Население больше Может в Москву Мы уже все привыкли Мы живем в таком крае Сто у нас есть рыба Вот, поэтому все отлично Хороший настрой Как бурьки с ней? Да, по-обычному Сеточки на детей, на себя И все И бегом, быстрее ходить Обычно они очень сильно кусаются А если еще и на речке То они вообще их очень много Как ты переживаешь этот период? Ну, побольше мазаться Всякими одеколонами, сетка А так Не рекомендую ходить на улицу Раньше, чем после июня Я уже лет 15 не мажусь Не кусай? Ну, так Я здесь-то с 56-го года Так что Привычка Она к ней Я к ней Она ко мне Но вчера одна укусила уже То ли еще будет И так из года в год На протяжении нескольких десятилетий К слову, старожилы вспоминают До 80-х годов прошлого века Машки в Ахтубинском районе Не было вообще Откуда она взялась Любопытно узнать Версий несколько Одна из них Изменения экологии Связанная со строительством Газоконденсатного завода В регионе Якобы из-за этого состав воды и воздуха Стал меняться По другой версии Машка пришла к нам За регулированием Волги Построив гидроэлектростанции Люди нарушили естественное течение рек Есть и другое предположение Наша Машка родом из Сибири Она, вернее ее яйца Могли добраться до Нижней Волги На плотах Которые сплавляли по рекам С Верховьев Не исключено, что Машку могли Занести в регион потоки воздуха По железной дороге Очень много составов перегонялось из северных регионов Крупнейший узел был в районе Волга-Ахтубинской поймы Где самое большое количество Машки Кстати, многие насекомые приносятся самолетами другим транспортом Поэтому можно предположить, что Машка попала к нам похожим путем Каждое предположение вполне себе рабочее Ясно одно Специально ее к нам никто не завозил И в этом году она вновь будет нас кусать К слову, уже кусает, так что смело можно заявить Ванильный сезон открыт С этим, впрочем, Ахтубинцы уже смирились Хочется верить, что он быстро закроется И сильного нашествия не будет Чего ждать в этом году? С таким вопросом мы обратились к научному сотруднику Владимиру Каганову Он, к слову, был у нас в гостях в прошлом году Цикл ее напрямую связан с режимом половодья Более того, поколение, которое вылупляется сейчас Оно сохранилось с прошлого года То есть, когда половодья затапливаются Машкара начинает вылетать потихоньку И это будет... И количественные, скажем так, характеристики мошек Они будут напрямую зависеть от того Насколько быстро и резко будет снижаться уровень воды в полоях Ну вот сейчас, как вы знаете, держится планка рыбохозяйственная Поскольку пик половодья уже пройден Уже начинается потихоньку лед Поскольку ранее обводненные полои высыхают Ну и сейчас, по мере того, как будет постепенно снижаться уровень Начнется все более и более массовый лед в Машкары Второй фактор, от которого зависит ее количество Это то, как вот она размножилась в прошлом году В прошлом году было нормальное половодье Поэтому достаточное количество яиц было отложено Вот сейчас они постепенно будут превращаться во взрослых нитекомых Машкары будет достаточно много Однако ее количество будет увеличиваться постепенно Резкого скачка быть не должно Пиковое значение приблизительно конец мая Начало июня Дал прогноз научный сотрудник Помочь пережить этот гнусный период не так мучительно Может помочь погода Надеемся на ветер, жаркое лето Достаточное количество стрекоз И на непродолжительность Машкары К слову, последние годы она стала обитать в Ахтубинске Не только в июне, но и в июле Я думаю, что это связано с тем, что она еще не исчерпала пределы своего распространения И в целом пока еще приближается к своему оптиму То есть, видимо, этот период ее активности Который ранее мог длиться три недели, месяц Сейчас уже до полутора месяцев Это не утешительная новость Но, скорее всего, ее период активности будет постепенно увеличиваться Но, опять же, надо будет следить за тенденциями современных климатических изменений Вот, видите, в этом году были такие возвратные заморозки Которые не помнят даже стороживые, которые ранее не наблюдались Будем смотреть К сожалению, для Ахтубинцев вместе с Машкой начинают свою активность и комары Их, впрочем, тоже пророчат немало Так что набираем все терпение И, несмотря ни на что, встречаем нашу маленькую жизнь с хорошим настроением Машкара Убегаю без оглядки Машкара Покусала даже пятки Давай, Машкара, с нами! О, полетели, ребята!